В Нижнем Новгороде проходит выставка под названием «Два храма Агюста Монферрана» к 200-летию Спасского староярмарочного собора в Нижнем Новгороде. Об уникальных экспонатах этой выставки в сюжете наших коллег. Два храма Агюста Монферрана. Так называется выставка, которая открылась к 200-летию староярмарочного собора. В проекте участвуют представители Исаакиевского собора из Петербурга. А это означает, что параллели и в чем-то даже связи между этими двумя храмами – это не выдумка нижегородских экскурсоводов. Такие связи действительно есть. На фотовыставке представлены фотографии, в том числе изображения Исаакиевского собора, сделанные на рубеже 19-20 веков. Мы хотели уйти от глянца, мы хотели уйти от таких открыточных видов, которые, я думаю, знают, видели многие, и познакомить ваших горожан-вежегородцев совершенно с другим видом на Исааки, чтобы они взглянули на его бытование, чтобы они увидели Исааки, вокруг которого еще стоят вот те вот помещения для рабочих, которые его строят, чтобы они увидели жизнь Исаакия вот и изнутри. Параллели между двумя храмами очевидны. В первую очередь один и тот же стиль – классицизм. Внешнее сходство бросается в глаза, а гости из Петербурга отметили еще несколько менее поверхностных параллелей. Параллель, конечно, это два наших с вами предела, освященные в честь святого благоверного князя Александра Невского. И очень примечательно, что и у вас, и у нас он находится слева от главного алтаря. Иконография очень похожа, очень похожа на нашу. Между храмами есть еще более глубокая связь инженерного свойства. Старо-ярмарочный собор заложен в 1818 году. В это время в Петербурге идет разработка фундамента Исаакиевского собора. Параллели очевидны. На ярмарке храм ставят на насыпном грунте, в болотистой местности. И в столице империи тоже почвы обильно пронизаны грунтовыми водами. И там, и здесь нужен был особый подход к основанию собора. Здесь насыпной грунт был, здесь необходимо было учесть и при строительстве Исааки многие проблемы. Болотистый грунт Петербурга и ничего подобного Петербург еще и не знал. Исааки – самое тяжелое здание в городе, которое весит 300 тысяч тонн. Одна колонна весит 114 тонн. Поэтому, конечно же, необходимо было каким-то образом учитывать все эти сложности. Поэтому Монферран делает не ленточный фундамент, которым его призывают все. Не надо тратить столько много денег, не надо, чтобы он стоял еще на двухэтажном доме. Надо. Потому что проблемы, которые мы сейчас-то испытываем, и во многом они были минимизированы и Монферрану. Ведь под нами проходят там станции метро, и различные там строят какие-то здания рядом, буквально бизнес-центры. Монферрану копают там фундаменты, вбивают то количество необходимое им, свай, изменяя потоки грунтовых вод. И Монферрану спасибо большое, что он так вот укрепил фундамент и учитывает вот сложности, которые были здесь у него при строительстве этого храма. Мы можем увидеть связь между нашими городами. Если не Новгород, это купеческая столица, храман России, да, то Санкт-Петербург – это столица России, да. И вот этот собор, он показывает вот эти параллели, он объединяет две столицы. Но главное, конечно, что объединяет два города и два храма – это два великих специалиста – испанец Бетанкур и француз Монферран. Они неизвестны в Испании и Франции, потому что всю жизнь проработали в России, и вклад их в историю страны огромен. Это они создали ансамбль Нижегородской ярмарки, а также построили в Петербурге Исаакиевский собор, Александровскую колонну, сеть чугунных мостов, определивших облик столицы империи и многое другое. В 1814 году Александр I входит в Париж. Монферран представляет ему, благодаря покровительству Демидова, альбом с рисунками, которые очень понравились императору, он был одобрен, и получает приглашение приехать в Россию. В 1816 году он приезжает в Петербург, поступает на службу в Комитет строения гидравлических работ к Августину Бетанкуру. Справедливости ради надо уточнить, когда экскурсоводы в пылу рассказа говорят, что строительство Староярмарочного собора – это репетиция возведения Исаакия, это неправда. Как минимум, приукрашивание. Эти два храма далеки от понятия «копия». Однако, действительно, связь есть. О ней можно говорить, ее нужно изучать. Редактор субтитров А.Семкин